Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в Starbound. В общем-то, всё, что я нашёл в прошлом эпизоде, я сложил на корабле, и теперь здесь огромная куча, собственно говоря, ненужного мне мусора в основном. Потому что большинство из этого, я даже не знаю, что оно делает, поэтому пускай пока здесь лежит. И потом, может быть, оно мне понадобится для крафта, или я всё-таки разберусь, что из него делается. Так что пока оно мне не мешает, пусть лежит здесь. В общем, у нас есть... Так, нужно забрать оттуда дерево, хотя бы для перехода, так сказать, на следующую планету. Вот оно, деревце, и ещё забрать... Что я ещё хотел забрать? Я уже забыл, на самом деле. Так, заберём вот этот вот фонарь, мне кажется, он чем-то круче, чем зелёный, но зелёный на всякий случай оставим. Я пока не понимаю, чем они отличаются, но синий мне больше нравится, он как-то более естественно светит, и так далее, и тому подобное. Так, ну и в принципе всё. Остальное пусть пока здесь остаётся, руды и так далее. Я хотел сделать костёр для того, чтобы не замерзать на белой-белой планете, снежной вернее. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что мне интересно отправиться на эту планету, на вторую, которую... Полетели. Один бензин занимает переход на ближайшие планеты, а я так понял, они находятся в одном секторе, или просто-напросто где-то рядом. В общем, толком я ещё пока не разобрался, но до них почему-то добраться просто. До них добраться просто. А вот до каких-то других планет надо много-много бензина, 200, по-моему. У меня уже 80 есть, я засунул весь уголь, что у меня был туда. А вот это что-то для рецептов, как я понимаю, и так далее, и тому подобное. Так что с этим ещё всем мне предстоит разобраться, но, по крайней мере, это интересно и быстро-быстро убивает время. Так, долго ли нам ещё лететь? В принципе, манипулятор можно уже оставить, он мне как бы не нужен. Как я понимаю, вместо него можно взять что-то полезное, двуручный топор, допустим, пускай. Как им бить-то? А, он ещё в дальней атаке, но он, я так понимаю, бьёт только в прыжке. А нет. Слушайте, клёвая штука. Надо было почитать его заранее, потому что это полезно. Он ещё какой-то молнией валит или чем, я не знаю. Сейчас мы на снежную планету отправимся и разберёмся с этим точнее. Так. А ну-ка, давайте мне каких-то врагов злобных для того, чтобы я испробовал свой топор. Слушайте, они плохо. Что-то типа лука, но более клёвое, потому что цельца-то особо не надо. Так, когда я уже там начну замерзать? Для того, чтобы проверить, могу ли я согреться около костра. Вот, температура уже начинает падать, поэтому давайте сразу же скрафтим костёр. А нет, у меня факелов нету для костра. Вот это вот ошибочка. Да, я так понял, я уже начинаю умирать. Хорошо, мы отправимся обратно домой. Здесь мы согреемся в теплоте. Возьмём ещё уголь, если он у меня есть, потому что уголь мне нужен. Нет у меня угля, да? Или просто я его не вижу в этом сплошном мусоре, так сказать. И здесь тоже угля нету. Зря я абсолютно весь уголь засунул для того, чтобы перемещаться, для бензина. Так что нам придётся вернуться на прошлую планету. Извините, что тратил кучу вашего времени. Бессмысленно я чуть-чуть совсем забыл, что у меня закончились факела. Вернее, я их сам провафлил, так сказать. Так что сейчас мы отправимся обратно. Пойдём, пожалуй, в левую сторону. Я хочу вообще попробовать полностью вокруг оббежать планету. Абсолютно полностью вокруг. Потому что я ещё ни разу этого не делал. И, по крайней мере, это интересно. Тем более у меня сейчас есть клёвый топор, который молнией валит. Я думаю, в этот раз у меня получится. Я буду убивать попутно большое количество монстров. Надеюсь найти кожу, потому что, как мне писали в комментариях, если я найду довольно большое количество кожи, я смогу себе сделать кожаную броню. Вот у меня есть 4 кусочка кожи. И, в принципе, в адском-адском холоде я не буду замерзать. Как я понял. Если я не ошибаюсь, то это довольно здорово. Потому что я смогу отправиться на белую планету, на снежную, которая около меня. У меня ещё бомбочки есть. Так что всё здорово. Бомбочки, в принципе, можно с собой взять. Почему бы и нет? Так, что здесь ещё интересно. Вот эти вот модификаторы. Пока я ещё им пользоваться не научился. Так что я их здесь оставлю. Возьму тоже полностью весь. Всё железо, что здесь есть, переплавлю там в печке у себя. Глянем, может, у меня ещё здесь есть что-то полезное. Там печка. Нет, это не печка, это наковальня. Вот она печка. Мы здесь закинем всё железо, что у меня есть. И переплавим. И отправимся абсолютно вперёд, по левую сторону. Потому что там находится... Не знаю, что там находится. Но, о, кстати, у меня есть 9 кусочков мяса. Нужно их перекусить. Но, по крайней мере, вообще опасно ставить мясо около бомб на ходке. Да ладно. По крайней мере, там я надеюсь найти что-то интересное. Ладно. Берём этот топорик и валим просто молнией. А ну-ка, кыш. Не всё так просто. Как-то всё быстрее стало, по-моему, или мне показалось. Ещё бы немножко посильнее бил этот топорик. Но, в целом, он очень полезный. Ещё бы урона ему, опять же, было бы вообще здорово. Ладно, идём. Попробуем обойти полностью. Я даже не заметил эту кракозябру или что-то такое. Кыш. Так, а ну-ка. Я ещё так умею, вообще-то. Оружия у меня хватает пока что. Так что с этим проблем нет. Так, здесь вниз я уже спускался. Так что меня здесь особо ничего не волнует. Мы просто бежим налево, не оборачиваясь, так сказать. И особо не волнуюсь. Потому что я хочу попробовать полностью бежать планету. Я надеюсь, это не займёт очень много времени. Потому что я хочу это успеть за одну серию. Так. А вторую серию после первой. Ну, то есть сразу же снимать не как-то линия. Я привык снимать одну серию, монтировать её, выкладывать. И уже на следующий день снимать вторую. Так, ладно, этого мы пропустим. Интересно, этот топор может бить вот обычной вот такой вот атакой? По идее, должен мочь. А, здесь вниз я спускался. Можно забрать эти факелла. Хотя ладно, пускай здесь останутся. Как же я наверх-то выбрался. Так, возьмём вот так вот. Просто-напросто вот так вот выберемся наверх. Никаких проблем. Только ну-ка кыш отсюда. Это может как-то забрать. Да-да-да, пиксели, пиксели. Важные-важные пиксели. Бежим. Так, опять эти кракозябрики. Возьмём, я знаю, что мы сделаем. Мы возьмём просто мою пику, которая сильнее всего на этой планете. И будем с пикой всех наебать. Топор нам, я думаю, ещё понадобится в будущем. Но пока нет, пока нет. Пока лучше всех наебать пикой. Было бы здорово, если бы у этой пики была похожая функция какого-то пара. И вы замечаете, что я как-то стремительно иногда вниз падаю. То есть не пообычно долго, да? А как-то очень быстро. Не знаю, опять же, чем это связано. Бандашку надо скушать и забыть об этом. Уголь. Давайте не пропускать уголь. Уголь это очень полезное ископаемое. Потому что оно требуется нам для того, чтобы запитывать топливом наш корабль. И путешествовать в разные стороны. Направо и налево пиксели. Всё, забираем вообще на самом деле. Я ещё не настолько крут, чтобы брезвать ресурсами. Так, отлично. Парам-пам-пам-пам-пам. Ага, опять злобные монстры. Ну, пика с тобой. А вот, это заклинание этого монстра. Он меня вверх подбрасывает. Я сразу же вниз падаю. Я думал, что это другое. Так, получи с лука. Я ещё и луком умею пользоваться. И вообще, и топором, и маленьким мечом, который наносит охрененный урон. И при этом поджигает. Так что полезных ископаемых... Вернее, полезных... Короче, полезного обмундирования у меня достаточно. Так что по этому поводу монстры особо волноваться не должны. Отлично. Так, чё это злобная музыка-то не играет? Даже как-то странно. Ну ладно, всё-таки успел меня ударить. Ну, перетерпим. Я вижу, там уголь. Я надеюсь, его там много. Потому что мне придётся землю вниз рубить для того, чтобы его добыть. Ну, не так же и много. В принципе, ладно. Много времени я на это не потратил. Ну, бежим вперёд. Может, в будущем найдём ещё один данжен. Сейчас я немножко посильнее. Может, смогу там всех нагнуть. Скушаем ещё одну бандажку. Вообще, лучше экономить бандажки. Не так уж и много я здоровья потратил. В следующий раз буду более экономным. Потому что осталось всего 7 штук. А идти мне ещё, я так понимаю, долго. Так, возьмём лук. И ещё раз лука по тебе промажу. Ну ладно, раз он вниз упал, чего мы будем тратить на него время? Ещё руда. Not bad. Берём. Чем больше, тем лучше. Руда эта штука полезная. Лишняя она не будет. Интересно, можно как-то расширить этот сундук, который у меня есть на корабле? Потому что у меня такое чувство, что скоро мне не хватит места там. И мне придётся что-то придумать. Ставить там сундуки и так далее и тому подобное. Ну, пока это меня не волнует. Так что бежим. Бежим, бежим, бежим просто. И я хочу вернуться к своему прекрасному домику. Обойдя полностью планету. Это довольно здорово, мне кажется. Если так получится. По идее, прям очень сильно бежать долго не придётся. Ну, глянем, что с того выйдет. Я приду, там у меня уже будет ждать где-то 30 кусочков железа. Потому что я 60 закинул плавица. Так что всё хорошо. Пока ещё даже не темнеет. Ещё железо. Всё, в общем, здорово. Кыш. Как же я люблю этот трезубец, который всех с одного удара убивает. Так. 773 кусочка грязи. Это же ужас какой-то. На вечность хватит. Так. Покемончик. Получи с лука. И ещё разок. Промазал. 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 Проманит. Попал. Саламандр. Ещё страшного. Ещё одна кожа. Кожа это здорово. Потому что в скором времени, я думаю, я смогу себе сделать броню из кожи. Нет, не в скором времени. У меня там всего 5 кусочков, насколько я понимаю. Ну, да ладно. У меня есть для ближнего боеметчика, для дальнего и для супер дальнего. Топориком вас повалим с молнией. И так же просто раскоординировать, чтобы ровно с него попасть. Вообще опасная эта тема, этот топорик. Они ещё, я так понимаю... Нет. Я думал, они ещё умирают постепенным уроном, как от огня. Но нет. Так, я ещё не могу попасть. Вот, вот так-то и надо было сразу действовать. Просто пойти их на один раз с три зубца долбануть и всё. Так, ещё руда. Добываем, добываем. В любом случае, если здесь есть руда, я её не добыл. Это значит, что в прошлый раз, когда я сюда ходил, меня... Я отсюда не дошёл, в общем. Так что бежим. Я уже жду, не дождусь, когда я дойду до той стороны планеты. Но такое чувство, что мне ещё бежать и бежать. Так. Встаньте от меня. Ладно, в общем. Постойте-ка. По-моему, я помню этот мост. А может, я не помню его. Ладно, бежим. Не задумываясь просто. Мост сулит от какого-нибудь данжена, мне кажется. Потому что мост посреди планеты. Это странно. Это значит, что здесь кто-то живёт, кроме меня. И вот этих вот добрых и недобрых монстров. Так что идём. Настричь приключениям. Должно быть что-то интересное впереди. По идее. Ну-ка, посмотрите, мы бы вообще добрые или злые. Они добрые, но мне придётся их трогать. Потому что я хочу кожи, которая с них должна выпадать часто и не особо. Ух ты, как больно. Ведь хватит от этого. Вот теперь можно бандажку скушать. Так, там ещё руда. Есть. Проапгрейд, думаю, кирку уже. И ещё руда. Руды хватает, в общем. Так, нет. Эту одну мы не добудем, потому что придётся срубивать дерево. Это куча времени доставать топор. Вон там, кстати, хороший стак угля. Его мы тоже добудем. Дело в том, что уже понемножечку темнеет, но это нас не остановит. В этот раз... В этот раз мы пойдём просто несмотря ни на что. Так. Так. Ещё уголь. Возьмём просто в руки фонарик и не будем бояться по этому поводу особо. Так. Так. Так и вот так вот. Отлично. Продолжаем. Ещё уголь. Отлично. Температура падает, так понимаю, или чё. В общем, что-то не так с температурой. Но если она начнёт падать из-за того, что холодно, то это будет плохо. Потому что я, по идее, не смогу себя согреть. Но она не сильно падает. Пока что не сильно. Так что по этому поводу волноваться не стоит особо. Возьму, пожалуй, я фонарик в руке для того, чтобы по правильному способу от мобов отбиваться. Ну вот такой вот я. Он даже не умер, смотри. Теперь погиб. Попробуем вот взять зелёный фонарик. По идее, у него мощность больше должна быть. Да, такая же самая, по-моему. Так вообще, какая разница? Они между собой всё равно похожи. Ну, по идее, если зелёный я нашёл в данжоне, то мощность у неё должна быть больше. Так, ладно, температура падает пока. Это всё плохо, потому что температура падает. Это вообще плохо. Так, отойди отсюда от меня. Отойди, я сказал. Так, бандажечку скушаем. Берём обратно этот меч великолепный. И продолжаем. По-моему, здесь я был уже. Или нет? Ну, тут вот на эти штуки напинаться нельзя. Нет, я точно здесь был. Я помню эти буряны, чёрт побери. Ай, 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 ай. Ещё бандажка. Слушайте, слушайте, я точно здесь был. Ну-ка, ну-ка, идём. Я просто жажду отправиться вперёд. Добрые макаки. Всё, тогда мы их не трогаем, потому что сейчас на них у меня уже нет времени. Вообще, можно просто постоянно этим мечом рубить для того, чтобы... А нет, эти уже не добрые. Ну-ка, кыш, кыш, кыш. Ну-ка, нет, 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 вы не посмейте меня убить. Я съем ещё одну бандажку и отправлюсь вперёд, ничего не боясь. Кроме вот этой вот птички, в которую я, по идее, не попал, а хотел. А теперь попал. Слушайте, она сильная, чёрт побери. Ещё и попала в меня. Ну-ка, кыш, отсюда, я сказал, кыш. Кыш, я умер. Нет! Ну, я сейчас просто возьму и отправлюсь в правую сторону и покажу вам, где это место. Потому что я точно абсолютно уверен, что я здесь был. Ну, перед этим, конечно, поставлю переплавляться, что у меня здесь есть. Вообще, ночью не особо хочется ходить, но я уверен, что я полностью уже почти прошёл эту планету. Так, давай переплавляться ещё. Давайте посмотрим, сколько мне нужно, по идее, всего для того, чтобы ещё улучшить немножко кирку мою. Так, после медной. Какая идёт? После медной. После медной. Вообще, для какой кирки нужна медная? Платья, думаю, нет. Железная, диамантовая. Вот, идёт медная. И после медной, по идее, сильвер. Да, и нам нужно 8 сильвер бар. Но сильвера у меня, я так понимаю, нет. У меня есть железо. Но железо не нужно для кирок. Давайте посмотрим, есть ли у меня на корабле сильвер. А, нет, у меня есть сильвер оры. Подождите, по-моему, у меня на корабле тоже было сильвер оры. Довольно много. Так что сейчас глянем и это всё проверим. Так, пока пусть сильвер здесь плавится. Я пойду на корабль, посмотрю, что там есть. Если там у меня есть сильвер оры, то, по идее, я смогу сейчас ещё проапгрейдить мою кирку. До следующего уровня. Сейчас мы это всё проверим. Так. Сильвер бар у меня здесь есть. И такие вот маленькие кружочки, кто-то их видит. А это платину моя. Платинум тоже нужен, я его тоже возьму. Медь я вижу. Золото. Слушайте, слушайте, у меня здесь столько рут, оказывается. Интересно, интересно. Так, железо. Ну и всё, походу, сильвера больше нету, насколько я понимаю. Или просто я не вижу. Ну, ничего страшного. Этого мне должно хватить. Давайте обратно на планету. Тоже и светлеет понемножечку. Так. Значит, труда. Значит, труда. Ещё семёрочка. Ещё шестнадцать. Добавим. А, нет. Это уже платинум идёт. Того восьмёрка. Ну, должно хватить, в общем. Должно хватить. На следующую кирку. Так. Мы можем себе улучшить лук. И можем сделать сильвер кирку. И после сильвера у нас идёт... После сильвера у нас идёт платинум, да? Нет, не платинум. Золото. Золото. Слушайте. Восемь кусочков золота. Мне надо... Сколько у меня есть? У меня есть четыре кусочка золота. Ну, у меня... Слушайте, у меня хватит на платинум мою кирку, но не хватит на золотую. Что это такое? Так. Восемь кусочков. Это выйдет пять. Ладно. Сейчас мы посмотрим, что из себя представляет новая моя кирка. Да чё ж такое? Надо здесь вообще вот так вот вырыть, потому что я не могу так вот убираться постоянно. Меня это раздражает. Ладно. В общем, я думаю, никто не захочет спать в моей кровати. Так что я просто туда... Да что ж такое? Сейчас мы побежим направо, и по идее, если даже не особо долго идти направо, мы найдем там то, что мне нужно. Медь. Сейчас мне надо золото. И много золота. Да хватит. Ну чё же вы делаете? Нападаете. Больно ведь? Покажите мне то место. Вот я реально, я уверен, что я полностью обошел планету кругом. Слева направо. Сто процентов. Потому что то место я хорошо помню. Я жгел, что я не зря вот этот мост упомянул. Потому что мост я тоже помнил. Да отстань же ты от меня. Да чё ж я не могу так по правильному монстру-то убивать? Все они меня атакуют, не любят. Чё ж такое? Так. Идём, 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 идём. У меня теперь, кстати, лучше лук, чем был. Так что это здорово. Не знаю, чем он отличается. Скорее всего, просто уроном. Но даже это приятно в любом случае. Так. Вот это место. Нет, это ещё не то место. Оно чуть дальше. Ауч. То место было конкретно... Ай, да эти монстры, они с деревьями сливаются. Ещё пищат постоянно. Постоянно. Да что же с вами всеми не так? Промазал. Промазал. Странно, что он так быстро перестаёт меня атаковать. Какой-то глупый монстр. Но это мне на руку. Так что я освобождаться не буду. И вы, наверное, слышите, как я бью клавиатуры направо и налево. Давай же. Я знаю, что идти ещё недалеко. Я точно был в той пустыне, у того моста. Потому что я это помню. Ладно, напрямик просто прорублю. Это недолго. С моей-то супер киркой. Так. Да, отстаньте. Ну, я же с ней трогаю. Чё вы нападаете? Это агрессивные монстры. Прям как половину людей в Расти, которые нападают на всех подряд. У меня закончились бандашки. Это хреново, слушайте. Так, просто по стелсу ищи второго так же. Вот чувствуется, чувствуется уже опыт. Так. Бежим. Я хочу, я хочу достигнуть того места, где я был. Оно в пустыне, это 100%. Так. По стелсу. Просто на реакцию взял. Так, здесь я всё прошёл. Это мы пропускаем. Это мы просто бежим, несмотря ни на что. Там ещё несколько таких будет подряд. Там их два. Нет, вы представляете, это вообще нереально. Так, есть. Кусочек мяса, может, в нём этом... Я хочу пробовать бомбочку кинуть. Это вообще здорово выглядит или нет. Никогда не бросал бомбочки. Так, тут придётся попаркурить. Хотя нет, зачем лишний раз рисковать? Я просто... Ай-яй. Вот так вот сделаю и всё. Паркурить ещё. Делать мне нечего. Так, а ну-ка попробуем. Бомбочки бросить, а ну-ка. Ещё больно, наверное, слушайте им. Побольше таких бомбочек. Было клёво, если бы можно было как в Расти изучить рецепт. И всё. Ладно, не попал я в этот раз бомбой. Ну, я особо не огорчаюсь. Всё равно я с луком могу так вот монстра просто-напросто отстреливать. И всё. Бандажик бы ещё наделать. Значит, я обленился. Если сейчас меня убьют, будет обидно. Потому что я делал упор на то, что я выживу. А если у меня вдруг закончатся бандажки, как уже сейчас случилось, и меня убьют, то это будет обидно. Это будет даже очень обидно, я скажу. Отстань, пожалуйста. Получи свой один урон, а просто и друга своего забери где-то вот там. Представляете, сейчас бы попал, было бы здорово. Но нет. Но нет, он уже... Ай-яй-яй, он с травы вылез. Да хватит. Чё ж ты злой-то такой? Не могу попасть. Наконец-то, наконец-то. Так, ещё вас, ребят, я затяну за собой, пожалуй. Так, и тебя тоже. Почему бы и нет? Совсем разленились ты тут. Даже сами на меня нападать не хотят. Приходится вот тратить своё время. Доказывать им свою правоту. Когда уже будет эта пустыня, чёрт побери? Я уже задолбался ходить по этому розовому полю. Я не знаю, синему, фиолетовому, ну... Неважно. Ну, я чувствую, что я ближе, ближе к всему этому. Так, это я уже проходил. Проходил, проходил, проходил. Просто напоперёк всему бегу. Нет, 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 ты не посмеешь на меня напасть. Посмел. Вообще, молнии долбанул. Я надеюсь, я быстрее, потому что я не хочу тратить своё время на него. Я подумал, что просто лучше бежать вперёд и вернуться к этому месту. Это мне нужно, как минимум, для того, чтобы удостовериться в том, что я полностью прошёл планету, а больше меня, как бы, ничего не интересует. Если я буду знать, что я вокруг прошёл эту планету, и тут больше нет данженов, я смогу быть уверен, что мне, в принципе, можно спокойно на вторую планету перебираться. Ладно. Это же не смешно. Мне нужно найти... ...какие-нибудь пандашки по типу этих, потому что... ...слишком уже... ...так сказать, я потратился. Так, кто там? Ну-ка, крокозябрик, отстань. Пожалуйста. Ладно, в общем, он меня не достанет, так что мы дорубим вот это, пожалуй. Ладно. Сколько у нас? 12 водорослей. Сколько из них получится бандажек? Так, бандажек из них выйдет 3. Окей, 3 бандажки. На первое время этого мне хватит. Вот я говорил, экономим бандажки. Нет, не стал я экономить бандажки, и теперь, собственно говоря, жалею. Ладно. Погнали. Погнали. Когда уже это чёртово место с пустыней? По-моему, я уже довольно долго пробежал. Где моя награда? Я не знаю, я уже хочу вернуться к тем бурянам и понять уже, что я прошёл полностью планету. Эта серия так уж, по-моему, довольно долго идёт. Так что, скорее бы это всё сделать и быть уверенным, что я эту планету исследовал. Опять эти Пикачу, блин. Ладно. Повыше возьмём. Нет? Вот так вот, может? Пикачу улетели. Чё за чушь? Ладно. Так, ну там столько угля, я не могу его пропустить. Уж извините. Так, ну этого Пикачу я должен хотя бы садить. Хотя бы этого, слушайте. Так. Столько угля просто не пропускается. Огромный стак. Так, его я не могу пропустить. Мне потом жаб задавит, если я вот так вот просто возьму и пропущу такое количество угля. Да неужели? Уже темнеет. Да что же за прет? Я думал, что мне знакомо это место. Оказывается, нет. Оказывается, для того, чтобы пройти планету, нужно потратить больше времени. А я был уверен, что я там был. Не знаю почему. Но я пока еще не сдаюсь. Я, пожалуй, до темноты добегаю. И потом уже вернусь. Здесь я уже, по-моему, выкапывал. Или это что такое? Беги просто не оглядываясь. Стоп, стоп, стоп. Здесь я тоже был, по-моему. Я все-таки не был. Опасность. Был, был. Я здесь все застраивал. Бежим дальше. Так, тут, надеюсь, не отравлюха. Все нормально. Темнота нам не страшна. Давайте просто игнорировать монстров. И просто бежать. Просто бежать. Потому что я хочу все-таки вернуться к этому месту. Несмотря на время и на злобных монстров. Я хочу все-таки туда вернуться. Но я ничего не вижу. Скорее всего, я не успею вот это все сделать. А жаль. А жаль, потому что я почему-то думал, что... По идее, мне должно хватить времени. Ну ладно, особо расстроиться не будем. В следующий раз до конца исследуем ее. Сейчас я еще немножко пробегусь. По-моему, это уже пустыня. Да, это уже пустыня. И, по идее, скоро уже должна быть эта местность. С бурянами. Но сейчас меня вот эти вот монстры убьют и все. А-а-а-ха-ха. Отстаньте, монстрюги. Нет-нет-нет. Все. Да-да-да. Ну там чуть-чуть оставалось. Я был уверен. Надо было более осторожно быть. Ладно, ребят, на этом все. Сегодня мы добыли много ресурсов. Так что, в принципе, я сегодняшней серией доволен. Сейчас я загоняю, еще посмотрю, что там из этого всего вышло. Так, а, теперь я могу попроще вниз спускаться, слава богу. Пять кусочков золота, значит... 57 угля. Слушайте, 57 угля. Это много, черт побери. Так, что еще здесь могу сделать? Вообще, сколько стоит кожаная чё-то здесь делать? А, это нужно творить такую штуку специальную для создания кожи. Я забыл, как она называется. Ну, ладно, на этом все, ребят. Всем-всем за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока, ребят, и удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok